Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия, и для вооруженных сил Украины настали сейчас воистину черные дни, потому что уже на Донбассе у них такая плохая ситуация, которую уже просто, знаете, ну просто невозможно скрывать. На этой карте вы можете наблюдать золото-горский котел, там где очутилось в окружении 2500 украинских военных, и там даже перечислены какие бригады, какие подразделения вооруженных сил попали в окружение. Как и другие котлы, Горско-Золотой котел будет, скорее всего, разделен на несколько частей, и таким образом гарнизонам, которые там останутся, предложат сдаться. Причем ситуация начинает настолько быстро меняться, что мы вот уже сегодня видим видео с поселков Горско и близлежащих, и мы видим, что по факту этот котел очень серьезно и быстро схлопывается. Это говорит о том, что вооруженные силы Украины в том, получается, регионе просто массово сдаются в плен. Так выглядит внутри городская военная администрация Золотого в Катериновке. Информация по сдаче в плен украинских военных подтверждается и российскими военными корреспондентами, которые выкладывают видео с украинскими пленами. Но тем временем командующий вооруженных сил Украины Залужный заявил, что теперь украинская армия на Донбассе начинает переходить на тактику маневренной обороны. Видимо, так называется отступление, либо бегство. Особенно с учетом того, что ситуация не только сложная в Горско-Золотом котле, там, где вооруженные силы Украины просто полями сейчас пытаются, разрозненными группами каким-то образом скрыться и выскочить с этого котла, а похожая ситуация уже накручивается вокруг города Лисичанск. И пока ставленник Зеленского по Луганской области рассказывает, что якобы уже вооруженные силы Украины получили приказ выходить из промзоны, которая расположена рядом возле города Северодонецк, по факту уже все дороги, которые идут в Лисичанск, они перекрыты. Таким образом очутились в котле уже, знаете, группировки украинских войск, которые стоят в районе города Лисичанск. Их там очень и очень много. На этой карте можно примерно понять, где именно перекрыты дороги снабжения для вооруженных сил Украины. И, конечно, это называется тактическое окружение, которое через несколько дней перерастет в полноценный котел. А как известно, там сейчас в Лисичанске находится группировка порядка 6-7 тысяч украинских военных. И, конечно же, сейчас они пытаются отступить, чтобы выйти с Лисичанск. Но по факту дороги, по которым они сейчас идут, подвергаются просто массированному обстрелу со всех видов вооружения со стороны Российской Федерации. Если анализировать тактику российских войск в районе Лисичанска и Северодонецка, то можно сделать вывод, что российские войска заманивали украинские в ловушку. И таким образом мы видели, что Зеленский отправил очень много различных подкреплений в Северодонецк и в Лисичанск, чтобы максимально, знаете, усилить и сделать из этих городов просто форпосты. А по факту мы видим, что сейчас все вот эти подкрепления оказались в окружении. Сейчас тактическом. И вот мы видим, что они по факту не могут уже оттуда выйти. Также вооруженные силы Российской Федерации обходят украинскую группировку войск в районе Углегорской ТЭЦ, где украинская армия сделала некий форпост и не хочет отходить оттуда ни при каких условиях. И мы видим, что буквально через несколько дней, с учетом того, что Российская Федерация вот на этой карте получила контроль над очередным поселком, то все-таки там в Углегорской ТЭЦ сформируется опять же полноценный котел. В то же время Российская армия все ближе подходит к городу Славянск. И на этой карте можно видеть очередной поселок, который перешел под контроль Российской Федерации. Также мы видим, что Российская армия развивает наступление в районе Харькова, и там украинская группировка войск анонсировала якобы контрнаступление, но по факту мы видим, что украинская армия ушла в глухую оборону в том регионе. И, конечно же, ни о каких контратаках там уже и речи быть не может. Но украинский верховный главнокомандующий, конечно же, занимается в Киеве важными делами. Давайте послушаем, какими. От самого раннего дня я продолжил телефонный марафон заради позитивного решения по кандидатству для Украины. Вы видите, человек занят важным делом. У него телефонный марафон с различными европейскими политиками. Он обсуждает предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Если просто посмотреть на вот эту фотографию украинского пленного в районе Северодонецка, то, конечно, я думаю, что этот человек, ну знаете, сейчас думает как раз вот именно про Евросоюз и возможность Украины туда каким-то образом вступить. Швецея обговорила с паней премьер-министром Андерсон перспективы двосторонней співпрации та взаимодействия на рівні европейских структур. Ну видите, сколько всего успел обсудить Зеленский на своем телефонном марафоне. Но знаете, все бы хорошо, если бы не воровали даже то в Украине, что предполагается как зарплата вооруженным силам Украины. Потому что, как известно, МВФ и Соединенные Штаты Америки выплачивают зарплату украинским военным. И, конечно же, оформляют это в виде кредитов в Украину. И давайте послушаем, доходят ли вот эти кредиты в виде зарплаты до украинских военных. Так, 21.06.2022. Зарплату не получили. Надбавку президентскую не получили. Обіцяли до 20-го выплатить все. Ну це ж крайний срок. Уже 21-го, блядь, а нам кажуть, ждіть, чекайте. К сожалению, я не могу здесь опубликовать полное видео. Полное видео у меня опубликовано в Телеграм-канале. Ссылка на мой Телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Переходите, смотрите, там еще много интересного. Конечно, многие граждане Украины думают, что все то, что происходит сейчас, это какая-то случайность. И что это не было, конечно же, запланировано. Но по факту давайте просто сейчас вернемся в 1997 год. Вот вам фрагмент интервью с Кравчуком, президентом Украины первым, который причастен к развалу Советского Союза. И давайте просто послушаем. Украина хочет жить нормально с Европой, так же, как и нормально с Россией. А я знаю, тут недавно в одной из академий американских проводились учения штабные. Ну а теперь давайте послушаем про сценарий вот этих штабных учений вооруженных сил Соединенных Штатов. И там, гипотетически, в 2025 год, разрабатывается ситуация, что Америка воюет с двумя государствами, Китаем, и Россией, и причиной войны. Как раз то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. Ну а теперь давайте зададим себе же элементарный вопрос. Откуда в 1997 году Соединенные Штаты Америки в своем генштабе знали о событиях в Украине 2022 года? Так считают в России тоже, как и в Америке, что Россия может начать воевать с Украиной. Если Украина в НАТО, России нет. Причем настолько точно смоделирована вся эта история, с учетом того, что Украина реально поддержала НАТО в этом конфликте. Отсюда делаем опять же элементарный логический вывод, что если знали тогда, в 1997 году, значит это планировали, значит создавали ситуацию, при которой такой сценарий будет единственно вероятным. И конечно, если каждый украинец просто немножко покопается в памяти, то конечно всплывут факты касательно работы различных американских грантовых структур, конкретно еще знаете с тех далеких 90-х годов. И конечно работа их была нацелена исключительно на то, чтобы сделать из России врага. Но с учетом того, что в Российской Федерации есть гигантский ядерный потенциал, то конечно подобного рода конфликт моделировали с учетом неядерного противостояния. И просто из Украины, из всего украинского народа готовили армию против России. Причем в Украине ситуация доходит сейчас до маразма, потому что вот уже официальные лица Зеленского заявляют, что вот на тех территориях, которые контролирует Российская Федерация, учителям, которые там остались, власть Зеленского решила платить за то, чтобы эти учителя не учили граждан Украины, которые там проживают, в Херсонской, в Запорожской области. Вы только вдумайтесь в эту формулировку, платить деньги, чтобы не учили украинских детей математики, физики, химии и так далее. То есть это осознанное по сути действие, которое направлено на уничтожение потенциала даже детей, которые сейчас находятся на территории Херсонской и части Запорожской области. Поэтому сейчас Российская Федерация по всей России ищет учителей, которые будут ехать туда, в те регионы и учить украинских детей и платят этим учителям в 3-4 раза больше, нежели в России. Но если все-таки в отношении украинских школьников Российская Федерация все-таки готовится к тому, чтобы с 1 сентября они получали образование, то вот с украинскими фермерами ситуация другая, потому что у них сейчас начинает пропадать урожай. С учетом того, что конечно же логистика с Украиной нарушена, то рынки сбыта сейчас украинские закрыты для аграриев с того региона. И собственно российские рынки еще до конца не открыты. И вот именно поэтому сейчас мы видим, что очень много продукции украинские фермеры там в Херсонской и Запорожской области вынуждены просто выбрасывать. И тут я думаю конечно же ситуация с местными чиновниками нетрадиционной коммерческой ориентации, так сказать. Потому что такие явно перегибы с учетом того, что российский рынок закрыт для украинских фермеров, это конечно же желание местных чиновников наживаться. Эту ситуацию я думаю, что местные должны максимально быстро решить. Но в это же самое время европейские политики решили обвинить Российскую Федерацию в том, что она использует энергоресурсы как оружие. И тут я представляю, что бы я делал, будь я европейским политиком. И я конечно же приехал бы на европейскую заправку и заявил им о том, что ребята, вы должны в мой автомобиль залить бензин бесплатно. Потому что сейчас, когда вы заставляете за него платить, вы используете бензин как оружие в отношении меня. А меня собственно нельзя шантажировать, потому что я же европейский чиновник. И поэтому будьте-ка добры, любезны, а ну-ка заправьте мой автомобиль бесплатно и я себе дальше поеду. И для обычного человека эта логика очень дикая и странная, но тем не менее для евро чиновника она нормальна. Потому что, как известно, евро это резервная валюта. И они просто привыкли печатать фантики и получать за эти фантики просто условно бесплатно сумасшедшие ресурсы. И с Украины, и с Российской Федерации, и с остального мира. А теперь эта лофа заканчивается. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Там всегда можно сказать значительно больше, чем на ютубе. До скорого.